Послание к евреям, глава седьмая Мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий Ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь сыну Божию, пребывает священником навсегда. Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал Десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов левийных имеют заповедь — брать по закону десятину с народа, то есть Со своих братьев, хотя и сии произошли от чресл Авраамовых. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину От Авраама и благословил имевшего обетование. Без всякого же прикословия меньший благословляется Большим, и здесь десятины берут человеки смертные, А там имеющие о себе свидетельство, что он живет. И, так сказать, сам левий, принимающий десятины, В лице Авраама дал десятину, ибо он был еще в чреслах Отца, когда Мельхиседек встретил его. Итак, если бы совершенство достигалось посредством Левицкого священства, ибо с ним сопряжен закон народа, То какая бы еще нужда была восставать иному священнику По чину Мельхиседека, а не по чину Авраама именоваться? Потому что с переменой священства необходимо быть перемене Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, Из которого никто не приступал к жертвеннику, Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, О котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мельхиседека Восстанет священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, Но по силе жизни непристающей, ибо засвидетельствовано Ты священник вовек по чину Мельхиседека. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине Ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел До совершенства, но вводится лучшая надежда, Посредством которой мы приближаемся к Богу. И как сие было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы, А сей с клятвою, потому что о нем сказано «Клялся Господь и не раскается, Ты священник вовек по чину Мельхиседека», То лучшего завета поручителям соделался Иисус. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, Будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник, Святой, непричастный злу, непорочный, Отделенный от грешников и превознесенный выше небес, Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, Приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, Ибо он совершил это однажды, принесши в жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, А слово, клятвенное после закона, поставило сына на век совершенного. Глава восьмая, послание к евреям Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, Который воссел одесную престола величия на небесах, И есть священно-действователь, Святилище, из кинии истинной, Которую воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, А потому нужно было, чтобы и сей также имел, что принесть. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, Потому что здесь такие священники, Которые по закону приносят дары, Которые служат образу и тени небесного, Как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скиньи, Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, Чем лучшего он ходатай завета, Который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы первый завет был без недостатка, То не было бы нужды искать место другому. Но пророк укоряя их, говорит, Вот наступают дни, говорит Господь, Когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, Когда взял их за руку, чтобы вывезть их из земли египетской, Потому что они не прибыли в том завете моем, И я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, Говорит Господь, вложу законы мои в мысли и И напишу их на сердцах их, И буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего И каждый брата своего, говоря, познай Господа, Потому что все, от малого до большого, Будут знать меня. Потому что я буду милостив к неправдам их, И грехов их, и беззаконий их, Не воспомяну более. Говоря новый, показал ветхость первого, А ветшающие и стареющие близко к уничтожению. Глава 9. Послание к евреям И первый завет имел постановление О богослужении и святилище земное. Его устроена была скиния первая, В которой был светильник, И трапеза, и предложение хлебов, И который называется святое. За второй уже завесой была скиния, Называемая святое святых, Имевшая золотую кадильницу И обложенный со всех сторон золотом Ковчег завета, Где были золотой сосуд с манною, Жезл ааронов расцветший И скрижали завета. А над ним херувимы славы, Осеняющие очистилище, О чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве В первую скинию всегда входят священники Совершать богослужения. А во вторую, Однажды в год Один только первосвященник, Не без крови, Который приносит за себя И за грехи неведения народа. Сим Дух Святой показывает, Что еще не открыт путь Во святилище, Доколи стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, В которое приносятся дары и жертвы, Немогущие сделать в совести совершенным Приносящего, И которые с яствами и питьями, И различными омовениями и обрядами, Относящимися до плоти, Установлены были только до времени исправления. Но Христос, Первосвященник будущих благ, Пришед с большей и совершеннейшей Искинию, Нерукотворенную, То есть не такого устроения, И не с кровью козлов и тельцов, Но со Своей кровью, Однажды вошел во святилище И приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов, И пепел телицы через окропления Освящает оскверненных, Дабы чисто было телом, То коль ми паче, Кров Христа, Который духом святым принес Себя непорочному Богу, Очистит совесть нашу от мертвых дел Для служения Богу живому и истинному. И потому он есть ходатай Нового Завета, Дабы вследствие смерти Его бывшей для искупления От преступлений, Сделанных в Первом Завете, Призванные к вечному наследию, Получили обетованные. Ибо где завещание, Там необходимо, Чтоб последовала смерть завещателя. Потому что завещание Действительно после умерших, Оно не имеет силы, Когда завещатель жив, Почему и первый завет Был утвержден не без крови. Ибо Моисей, произнесший все заповеди По закону пред всем народом, Взял кровь тельцов и козлов с водою И шерстью червленою и иссопом, И окропил как самую книгу, Так и весь народ, Говоря, Это кровь совета, Который заповедал вам Бог. Так же окропил кровью и скинию, И все сосуды богослужебные, Да и все почти по закону очищается кровью, И без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, Самою же небесное лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, По образу истинного устроенное, Но в самое небо, Чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие, И не для того, Чтобы многократно приносить себя, Как первосвященник входит во святилище Каждугодно с чужою кровью, Иначе надлежало бы ему многократно страдать От начала мира. Он же однажды к концу веков Явился для уничтожения греха Жертвою Своею. И как человеком положено однажды умереть, А потом суд, Так и Христос, Однажды принесший себя в жертву, Чтобы подъять грехи многих, Во второй раз явится не для очищения греха, А для ожидающих его воспасения. Глава десятая Закон, имея тень будущих благ, А не самый образ вещей, Одними и теми же жертвами, Каждый год постоянно приносимыми, Никогда не может сделать совершенными Приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, Потому что приносящие жертву, Бывшие очищенные однажды, Не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов Уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит, Жертвы и приношения ты не восхотел, Но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал, Вот иду, как в начале книги написано о мне, Исполнить волю твою, Боже. Сказал прежде, что ни жертвы, Ни приношения, ни всесожжений, Ни жертвы за грех, который приносится по закону, Ты не восхотел и не благоизволил, Потом прибавил, Вот иду исполнить волю твою, Боже. Отменяет первое, Чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении, И многократно приносит одни и те же жертвы, Которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принесший одну жертву за грехи, Навсегда воссел одесную Бога, Ожидая затем, доколе враги Его будут положены в подножие ног Его. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. А всем свидетельствует нам и Дух Святой, Ибо сказано, Вот завет, который завещаю им после тех дней, Говорит Господь, Вложу законы мои в сердца их, И в мыслях их напишу их, И грехов их, И беззаконий их не воспомяну более. А где прощение грехов, Там не нужно приношение за них. Итак, братья, Имея дерзновение входить в освятилище Посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, Который Он вновь открыл нам через завесу, То есть плоть свою, И имея великого священника над Домом Божиим, Да приступаем с искренним сердцем, С полною верою, Кроплением очистившись сердца От порочной совести И омывши тело водою чистою, Будем держаться исповедания упования Неуклонно, Ибо верен обещавший, Будем внимательны друг к другу, Поощряя к любви и добрым делам, Не будем оставлять собрание своего, Как есть у некоторых обычай, Но будем увещевать друг друга, И тем более, Чем более усматриваете Приближение дня Онова. Ибо если мы, Получивши познание истины, Произвольно грешим, То не остается боли жертвы за грехи, Но некое страшное ожидание суда И ярость огня, Готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева При двух или трех свидетелях Без милосердия наказывается смертью, То сколь тягчайшему, думаете, Наказанию повинен будет тот, Кто попирает сына Божия И не почитает за святыню Кровь завета, который освящен, И духа благодати оскорбляет? Мы знаем того, кто сказал, У меня отмщение, Я вас сдам, говорит Господь, И еще, Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого. Вспомните прежние дни ваши, Когда вы, бывши просвещены, Выдержали великий подвиг страданий, То сами среди поношений и скорбей Служа зрелищем для других, То принимая участие в других, Находившихся в таком же состоянии, Ибо вы и моим узом сострадали, И расхищение имения вашего Приняли с радостью, Зная, что есть у вас на небесах Имущество лучшее и неприходящее. Итак, не оставляйте упование вашего, Которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, Чтобы, исполнивши волю Божию, Получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, И грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, А если кто поколеблется, Не благоволит к тому душа моя. Мы же не исколеблющихся на погибель, Но стоим в вере ко спасению души. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова